Повесть «Кортик», Рыбаков Анатолий Наумович, часть 2-я, двор на Арбате, глава 28, шифр. Дома Миша закрыл дверь на крючок, сдвинул занавески, потом вытащил из шкафа свёрток и положил на стол. «Теперь смотрите!» – таинственно прошептал он и развернул свёрток. В Мишиных руках блеснул «Кортик». «Кортик!» – прошептал Генка. Миша поднял палец. «Тихо!» – «Смотрите!» – он показал три клейма на клинке «Волк», «Скорпион», «Лилия». «Видите?» – «Так!» – «А теперь самое главное!» Он вывернул рукоятку, вынул пластинку и растянул её на столе. «Шифр!» – прошептал Слава и вопросительно посмотрел на Мишу. «Да!» – подтвердил Миша. «Шифр! А ключ к этому шифру в ножнах, понятно?» «А ножны эти?» – «У Никитского!» – «Вот!» «А теперь слушайте!» «Голос, вращая глазами и жестикулируя, Миша рассказал о линкоре императрице Марии, о его гибели, об убийстве офицера по имени Владимир. Мальчики сидели молча, потрясённые этой загадочной историей. В комнате совсем уже стемнело. В коридоре тишина, точно вымерли все. Только глухо заурчит иногда вода в водопроводе, да раздастся на лестнице протяжный тоскливый крик бездомной кошки. В окружающем мраке мальчикам чудились неведомые корабли, дальние необитаемые земли. Они ощущали холод морских пучин, прикосновение морских чудовищ. Миша встал и повернул выключатель. Маленькая лампочка вспыхнула и осветила взволнованные лица Славы и Генки. Стол, покрытый белой скатертью, и на ней блестящий стальной клинок кортика с бронзовой змейкой, извивающейся вокруг побуревшей рукоятки. «Что же это может быть?» – прервал молчание Слава. «Трудно сказать!» – Миша пожал плечами. Полевой тоже не знал, в чем дело, да и Никитский вряд ли знает. Ведь он ищет кортик, чтобы расшифровать пластинку, значит, для него это тоже тайна. «Все ясно!» – вмешался Генка. Никитский ищет клад, а в кортике указано, где этот клад находится. «Ох, и деньжищ там должно быть!» «Клады бывают только в романах», – возразил Миша. «Специально для бездельников. Сидеть такой бездельник, работать ему неохота. Вот она мечтает найти клад!» «Конечно, никакого клада нет!» – сказал Слава. «Ведь из-за этого кортика Никитский убил человека. Разве ты, например, Генка, убил бы из-за денег человека?» «Сравнил! То я, а то Никитский. Я бы, конечно, не убил, а для Никитского это расплюнуть!» «Может быть, здесь кроется военная тайна?» – сказал Слава. «Ведь это произошло во время войны на военном корабле!» «Я уж думал об этом!» – сказал Миша. «Зачем Никитский искал кортик в двадцать первом году? Ведь война кончилась!» «Любой шифр можно расшифровать без ключа!» – продолжал Слава. У Эдгарда По «Знаем, знаем!» – перебил его Миша. «Золотой жук! Здесь совсем другое! Смотрите!» Все наклонились к пластинке. Видите? Тут только три вида знаков – точки, черточки и кружки. Если знак – это буква, то выходит, что здесь всего три буквы. Видите? Эти знаки написаны столбиками. «Может быть, каждый столбик – это буква?» – сказал Слава. «И об этом я думал!» – ответил Миша. «Но здесь большинство столбиков с пятью знаками. Посчитайте. Ровно семьдесят столбиков, из них сорок с пятью знаками. Не может ведь одна буква повторяться сорок раз из семидесяти!» «Нечего разводить философию!» – сказал Кенка. «Надо искать ножны, тем более Никитский здесь!» «Еще неизвестно, Никитский это или не Никитский!» – возразил Слава. «Все равно!» – упорствовал Кенка. «Это Никитский! Ведь филин здесь, а он с Никитским в одной шайке! Правда, Миша?» «Я еще не знаю, тот это филин или не тот!» – признался Миша. «Как? Не знаешь!» – остолбенели мальчики. «Так, мне Полевой назвал только фамилию. Филин. А тот ли это филин? Мало ли филиных? Я думаю, что тот самый. «Да!» – протянул Слава. «Получается уравнение с двумя неизвестными!» «Тот филин, определенно!» – сказал Кенка. «По роже видно, бандит!» «Роже не доказательство!» – возразил Слава. «Будем рассуждать по порядку!» – сказал Миша. «Во-первых, филин. Фамилия уже сходится. Подозрительный он человек или нет? Подозрительный. Спекулянт и вообще. Во-вторых, темными делами они занимаются? Занимаются. Склад в подвале, ящики, дверь заколотили, завалили проход. В-третьих, тот высокий подозрительный человек или нет? Подозрительный. Видали, как он осматривал улицу, закрывал лицо? И голос мне его знаком. Допустим, даже, что это не Никитский. Но ведь факт, что шайка. Может быть, белогвардейцы, разве мы имеем право сидеть, сложа руки? Нет, наша обязанность – раскрыть эту шайку. «Точно!» – подтвердил Генка. «Шайку накрыть. Нажны отобрать. Клад разделить на троих поровну». «Погоди ты со своим кладом!» – рассердился Миша. «Не перебивай. Теперь так. Мы, конечно, можем заявить в милицию, но вдруг там ничего нет? Что тогда? Нас засмеют. Надо сначала все выяснить, тот это филин или не тот, что они прячут в подвале. Главное – выследить того высокого в белой рубахе и узнать, кто он такой». «Тяжелое дело», – проговорил Слава. И, заметив насмешливый Генкин взгляд, торопливо добавил. «Банду мы должны, конечно, раскрыть, но надо хорошенько обдумать». «Конечно, надо обдумать!» – согласился Миша. «Будем следить по очереди, чтобы не вызвать подозрения у Филина и у Борьки». «Вот это здорово!» – сказал Генка. «Шайку раскроем!» «Так шайки и раскрываются!» – сказал Миша. «Это, знаете, не за кулисами орать». «Над». «Ой, не за кулисами орать». «Над». «Ой, не за кулисами орать». «Это, знаете, не за кулисами орать». Продолжение следует...